всем привет меня зовут света сегодня у нас насущная тема целлюлит и у меня сразу две новости одна плохая одна хорошая сколько я себя помню я всегда борюсь с целлюлитом почему так потому что даже посидев на какой-то диете например или позанимавшись с тренером в тренажерном зале или пройдя курс каких-то антицеллюлитных процедур целлюлит навсегда не исчезнет к сожалению это вот так не работает но есть и хорошие новости если каждый день или хотя бы несколько раз в неделю делать абсолютно несложные вещи то про целлюлит можно забыть это примерно то же самое как чистить зубы каждый день для того чтобы они были здоровы я думаю каждый согласится что это совершенно несложно пошло уже в привычку и по другому мы не можем так что сегодня расскажу вам про свою ну буквально 10 минутную рутину которые я делаю для того чтобы у меня не было целлюлита я эти действия выполняю и за дня в день что-то чаще что-то реже но стараюсь не пропускать и сразу хочу такую небольшую оговорочку сделать в том плане что все должно быть комплексно если вы хотите чтобы мои способы работали для вас то все-таки надо хотя бы более или менее ну не то чтобы правильно питаться но хотя бы умеренно без обжираловок и также у вас не должен быть абсолютно сидячий образ жизни и в таком случае даже не длительные прогулки по городу это уже очень круто кстати на канале уже есть несколько видео о том как бороться с целлюлитом и там я рассказываю про способы которые подходят когда ситуация такая же более запущенная я вам ссылки на эти видео оставлю в инфобоксе а сегодня расскажу вам про способы которые помогают когда у вас уже более или менее неплохой результат есть грубо говоря на поддержание и на тонус ваших бедер и ягодиц и также огромное спасибо магазину look fantastic который предоставил реквизит для этого видео чтобы оно было интересным красочным познавательным и информативным и так первое что входит в мою рутину это антицеллюлитные ванны их можно делать либо курсом для того чтобы достичь максимального эффекта либо можно их делать один-два раза в неделю ну по желанию по настроению просто для того чтобы ваши ягодицы и бедра оставались в хорошем состоянии ванна на самом деле занимает на буквально 10-15 минут вы просто лежите ничего не делаете расслабляетесь а те средства которые вы добавили в свою ванну работают за вас вариантов какие именно можно делать антицеллюлитные ванны огромное количество достаточно просто погуглить можно и соды и делать можно еще с чем-то мне больше всего нравится покупать готовую соль именно антицеллюлитная потому что там хороший состав потому что она действительно работает или иногда я могу добавить капельку эфирного апельсинового масла но с ним надо быть на самом деле достаточно аккуратный почему потому что может как-то щипать кожу может появиться какое-то раздражение если переборщить поэтому если у вас чувствительная кожа лучше от этого способа отказаться в пользу какой-то готовой соли с хорошим составом ту соль которую я использую сейчас я вам ссылку на нее оставлю в инфобоксе второе что я делаю через день или через два дня это кофейное скрабирование я думаю все знают об этом способе и все знают что этот способ работает самое главное быть последовательной не пропускать то что если вы один раз в месяц сделаете кофейное скрабирование это как мертвому припарка а если вы будете делать регулярно там через день через два то результат не заставит себя ждать как делаю скрабирование я я на влажную кожу наношу небольшое количество скраба жду буквально за три-четыре минутки чтобы как бы он чуть-чуть так схватился уже потом начинаю все хорошенечко скрабировать бедра ягодицы и в принципе все зоны где может появиться целлюлит на каждую зону я выделяю примерно две-три минутки здесь лениться не стоит в принципе это не такая сложная задача и мне очень нравятся скрабы я всегда выбираю такие скрабы в которых есть масло в составе почему потому что получается что когда вы себя скрабируете вы одновременно делаете себе массаж во вторых вы отшелушиваете кожу и в третьих вы ее с помощью масла которое есть составе увлажняете так что не пленитесь и найдите себе скраб с хорошим составом потому что он будет работать на порядок лучше третье что входит мою антицеллюлитную рутину это массаж с помощью щетки я его делаю достаточно часто и на самом деле он очень круто работает самое главное не забывать я делаю его и на влажную кожу и на сухую и много мнения на самом деле на этот счет в интернете мне кажется самое главное хоть как-то делать я перепробовала огромное количество таких щеток и на данный момент могу с уверенностью сказать что если вы будете покупать себе первую такую щетку или хотите старую свою щетку обновить то обратите внимание именно на щетку круглой формы без ручки потому что с помощью такой щетки можно максимально хорошо себя про массировать про массажировать и нажатие получается такими прям вот сильными и каждая зона за счет таких вот уверенных нажатий очень хорошо прорабатывается и также обратите внимание чтобы в ваши щетки были не только щетинки но и такие вот подвижные пальчики потому что щетинки это хорошо опять же они отшелушивают они дают эффект скрабирования но именно вот эти вот пальчики будут вас разминать и будут бороться с вашим целлюлитом по принципу такого массажа который например можно делать в салоне в общем подводя итог могу сказать что на данный момент эта щетка для меня просто must have буквально две-три минутки на каждую зону выделяю это не занимает много времени и результат мне кажется очень даже неплохой самое главное не забывать и четвертое что входит в мою ежедневную антицеллюлитную рутину это массаж с помощью специальной мочалки я вам всем советую отказаться от своих каких-то мягких круглых мочалок или каких-то мягких губок которые на самом деле ничего не делают никак они особо не работают в пользу отшелушивающие перчатки или рукавички просто давайте прикинем каждый раз когда вы намыливаете себя с помощью такой отшелушивающие рукавички то первое у вас идет скрабирование второе если вы прилагаете чуть больше усилий то у вас идет практически полноценный антицеллюлитный массаж каждый день когда вы принимаете душ и для этого достаточно всего лишь перейти от своей старой мочалки на такую вот отшелушивающую рукавичку или перчатку здесь тоже есть такой свой нюанс я тоже много таких вот рукавичку перчаток перепробовала если вы купите такую рукавичку и она будет из какого-то вот синтетического материала то на самом деле она не очень хорошо работает потому что она как-то вот проскальзывает по коже и если она и будет работать то надо как-то очень много усилий мне кажется прилагать лучше всего если это рукавичка или перчатка будет из такого вот плотного материала и лучше из натурального и вот такие вот у меня нехитрые способы для профилактики целлюлита и мне кажется если все это делается регулярно то заработать целлюлит практически невозможно при условии того что вы хотя бы более-менее будете как-то умеренно питаться и хотя бы чуть-чуть двигаться мне кажется весь секрет заключается просто в последовательности и регулярности и все эти действия надо просто внедрить в свою жизнь словно какую-то привычку и тогда никакого целлюлита точно не будет если у вас остались какие-то вопросы то welcome в комментарии комментарии у меня открыты я всегда все читаю и по возможности вам отвечаю и также не забывайте подписываться на канал огромное вам спасибо что досмотрели это видео до конца помните что вы самые лучшие он всем желаю отличных фигур и до встречи в следующем видео до встречи в следующем видео